Еще убрали под мост, потому что должен быть дождь, например, собираться, да, и из-под моста, ну, как бы, ну, можно было, по крайней мере, на какое-то прикрыть, да. От моста 80-летия через Туровец в то тьму такой должна была запомниться эта неделя нескольким десяткам школьников. 6 июня ребята из Вологды, Кичгородка, Кадуя собрались в областной столице, чтобы отправиться в поход по реке. Вместе с педагогами, которые в течение года проходили специальные курсы туризма в региональном центре доп. образования. МЧС начала нашу проверку, проверяли тщательно все спа, жилеты, все грузоподъемность судов, весь груз, то есть, как бы, ну, готовность, проверили еще раз документы, маршрутные книжки, разрешение от родителей, разрешение от врачей, то есть, как бы, документы были проверены. Разрешение на сплав было получено от МЧС, ГИМС и транспортной прокуратуры. Вот только поход так и не состоялся. Вы возвращаетесь? У нас официально, все, нам сказали возвращаться домой, вы никуда не едете. Сначала выход на воду запретили только воспитанникам детского дома. Остальных ребят развернули, лишь когда те уже проплыли несколько километров. Расстроились, дети расстроились. После того, как мы нас сняли с маршрута, мы звонили родителям. Кто из детей дозвонился до родителей, я им объяснял по телефону. Кроме этого, троих детей у меня забрали на месте. А остальных пришлось отвозить самостоятельно. Более того, детей, которые приехали издалека, необходимо было разместить на ночь. Несостоявшемуся сплаву предшествовали месяцы подготовки. Но, по словам руководителей, самое сложное – не организовать поход, а разобраться с множественной документацией. Сначала я отправлял по электронке МЧС, потом все-таки СУКС еще есть такая организация, в которой я тоже отправил. То есть, единственное, что получилось, что я отправил не за 10 дней, как положено, а за 9 получилось. Почему? Потому что я даже считал, что появится приказ в нашем учреждении, и тогда только, когда точно будет приказ, когда точно будут все расписаны дети. И тогда я могу подавать там какие-то заявки. Не отправили заявку, и все – вот путь. Учреждение находится в Котласе, дозвониться туда до старта не получилось. Впрочем, загвоздка оказалась совсем в другом. На запрете похода настоял директор Центра доп. образования. Как объяснил нашей съемочной группе, несмотря на разрешение служб и документы, на которых стоят печати Центра, поход с организацией не был согласован. Данное мероприятие, которое проходило, началось 6 июня, наш региональный Центр дополнительного образования в его организации участия не принимал. А как Центр не может иметь отношение к этому походу, если занимался организацией непосредственно ваш сотрудник? Вот сейчас работает комиссия, которая выяснит эту ситуацию. Наш сотрудник, когда оправлялся поход, был в отпуске. Точнее, в отгулах как раз на дни похода. А как долго будут работать специалисты и какие решения примут в итоге, неизвестно. Вот только детские мечты об интересном лете, которые перечеркнули бюрократические реалии, так и останутся мечтами. Екатерина Сипливая, Игорь Трифонов, Новости. Субтитры создавал DimaTorzok